Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем. И третья тема, которую мы начинаем раскрывать, это понятие художественных особенностей. То есть мы постепенно переходим к этому вопросу, как художник добивается той или иной выразительности эмоциональной, пластической, художественной и так далее. И первая часть этого достаточно объемного блока это понятие света и тени. Свет и тень. Дело в том, что способности зрения и изображения они изначально обусловлены светом. Даже цвет, как мы знаем, это только качество поверхности отражать или поглощать свет. Поэтому кроме таких технических моментов отметим, что свет является еще очень мощным средством выразительности. Особенно внимательно к этому явлению с такой научной точки зрения начали относиться в период Возрождения. И Леонардо да Винчи в своих трудах общего характера предполагал о том, что первая картина возникла как одна линия, которая окружала тень человека на стене. Но и до Леонардо да Винчи были авторы, которые так или иначе обращались к особенностям света и тени применительно к живописи как виду искусства. По словам Джорджа Вазари, это один из выдающихся авторов, который оставил грандиозный труд жизнеописания наиболее известных художников, скульпторов и так далее. Так вот, по словам Вазари, Доминика Венециана — это первый мастер, который использовал масло как связующее вещество для достижения прозрачных лессировок, и создал особую атмосферу в картине, благодаря вот этому приему, создав в ней присутствие света и воздуха. И один из теоретиков уже европейского искусствознания, но уже современный, Эрнст Гомбрих считал о том, что ощущение пространственной четкости и равновесия в картине зависит не только от линейной конструкции, но в значительно большей степени от присутствия света. Далее отметим, что ученик Доминика Венециана — это Пьера де ла Франческо — он также обладал особым умением точно воспроизводить природу и световые эффекты. И благодаря этому детально трактовать пейзаж, добиваться особой глубины пространства. Поэтому на представленных изображениях мы видим с вами несколько работ этого мастера Пьера де ла Франческо, где названные качества, они находят, так сказать, зрительное воплощение. Следующий автор, который тоже уделяет особое внимание проблемам светотеневой моделировки, это Антонелло де Мессина. Перед вами его изображение Святого Себастьяна, картина, которая тоже относится к периоду раннего возрождения, то есть XV столетия. И на протяжении всего XV века можно наблюдать совершенно очевидный процесс, когда свет из такой метафизической сущности наоборот переводится в материальную плоскость. Свет оказывается в пределах картины, и все художники стремятся максимально полно заключить это ощущение светоносности в свои произведения. Далее еще один известный теоретик, который также связан с эпохой Ренессанса, это Чинино-Чинине. Он раскрывает три метода светотеневой моделировки, и назовем эти методы. Первый основной или базовый метод, он предполагает собой использование оттенка, белил, то есть тень приобретает интенсивный цвет. Второй метод, который определяет автор, он предполагает использование только для обладающих светлым тоном пигментов. Ну вот сочетание оттенок плюс темное, оттенок, оттенок плюс белила. Третий метод, который также называет автор, он более редкий. Это метод, который относится к составным цветам, таким, например, как зеленый, которые есть результат смешения желтого и синего, и этот метод, он представляет собой шкалу. Темный основной цвет, например, синий, два основных, синий плюс желтый, то есть зеленый, и светлый основной, то есть желтый. То есть такое вот соотношение, оно также позволяет добиваться определенных выразительных эффектов. Но этот метод, такой более изысканный, более сложный, он, конечно, уступает, потому что предпочтения все-таки отдавали классической традиции оттенков, и сам этот метод, он существовал в виде шкалы сочетаний света и тени, которая создавалась разными пропорциями темного и светлого. И такие авторы, как Мазаччо и другие мастера 15-го столетия, они использовали эти методы в своих картинах для того, чтобы создать определенную выразительность и сформировать объемную форму. Учение о светотене, применение которой позволяло добиваться тонких эффектов в изобразительной моделировке формы, разрабатывает Леонардо да Винчи, и отметим, что его изыскания, они во многом становятся основой и для современной творческой практики, конечно, пройдя долгий путь эволюции благодаря мастерам 17-го столетия и последующих эпох. Леонардо ставит вопрос о свете как основном факторе пластического единства, как средство органического слияния фигур с пространством, и благодаря этому образы достигают величественности, при этом они сохраняют жизненную выразительность, то есть они связаны и с окружающей их природной средой, и вот благодаря этому возникает определенный эффект, который усиливает ощущение трехмерности пространства. Перед вами несколько произведений Леонардо да Винчи, которые дают нам также зримые примеры вот этого воплощения. И одновременно свет, он выполняет значимую композиционную функцию, акцентируя, например, в данном случае статику фигуры Девы Марии и динамику фигуры Архангела Гавриила. Картина таким образом показывает новый подход к использованию пластических средств выразительности, то есть о новом видении мира. И подытоживая вклад Леонардо, отметим, что именно благодаря изысканиям этого автора в живописи состоялся переход к оптическому восприятию, где главными ценностями становятся свет и тень. Конечно, я говорю, что высказывания, которые я себе позволяю, они, может быть, немного категоричны, хотя, конечно, если брать более глубокие исследования теоретического характера, здесь будет очень много нюансов и, так сказать, полутонов, поэтому вот в рамках учебного курса мы позволяем себе определенную степень обобщения. Итак, расширение зоны темного придает рисунку сильную рельефность, а введение промежуточных тонов, то есть градация светлоты, позволяет моделировать форму как пространственную по преимуществу. Дело в том, что рисунок, он как бы абстрагирует видимый предмет до контура. Контур – это как бы запись изобразительного жеста, такое врезание в плоскость. Искусство линейного рисунка, оно предполагает неравнозначность того, что заключено внутри контура и того, что лежит вне его. То есть линия, она как бы формирует два пространства – внутреннее и внешнее. Но отметим, что рисуют не только темным по светлому, но и светлым по темному. Например, это могут быть белые штрихи и пятна на темном грунте. И вот благодаря мастерам эпохи Возрождения, теоретикам эпохи Возрождения, которые, конечно, учитывали и обобщали опыт предшествующих эпох, была решена во многом задача организации света и тени на плоскости. И создается система свето-теневой композиции, и определяются основные понятия и категории, которые до сих пор мы используем при описании произведений изобразительного искусства. В частности, это такие понятия, как собственная тень, искусственная тень, рефлекс, блик, падающая тень и так далее. И вот на представленных изображениях мы с вами можем видеть, как вот эти вот функции света и тени, они находят выражение в конкретных примерах. Первая функция, которую мы подробно описали, это, конечно, моделировка объемной формы. Но кроме этого, существуют и другие функции света и тени, потому что дальнейшее развитие вот этих понятий, оно приводило к ярким и значимым находкам в области применения света и тени, которые использовались для создания пластической выразительности образа. Таким образом, вторая функция — это создание пластически выразительных образов. Здесь следует сказать о том, что даже самые простые предметы, которые известны каждому человеку в обыденной жизни, при правильно выставленном освещении за счет игры света и тени, они приобретают особое звучание, если мы подключаем к этому творческое воображение. И еще один автор, который внес существенный вклад в развитие данной категории, это Микеланджело Меризи де Караваджо. В его произведениях «Света тени» она доводится до предельной выразительности и становится важнейшим композиционным фактором. На его картинах фон, как правило, погружается в тень, при этом акцент сделан на главном герое и его предметном окружении, поэтому Караваджо он достигает поразительных оптических эффектов и, более того, эффектов художественно-психологических. Потребность в создании визуальной достоверности видимого потребовала от ученых и художников математического разъяснения природы света. Законы оптики, они оказывали влияние на понимание пластического образа, они становились органическими компонентами художественной практики. И именно это привело к возможности решать новые задачи в сфере геометрического, пластического моделирования формы. И так выстраивалась свето-воздушная перспектива в полотнах самых разных жанрах. Ну вот перед вами одна из картин Караваджо, это «Призвание апостола Матфея», работа, которая была создана им для накопеллы Конторелли, римской церкви Сан-Нуиджи де Франчези, около 1600 года, 1599-1600 годы. Да и мы видим о том, что живопись Караваджо, она создает впечатление глубокого пространства за счет резкого контраста фонных предметов, которые предельно осязаемы благодаря свето-теневой моделировке. И вот эта иллюзия реальности, она позволяет мастеру также расставлять необходимые акценты. Отметим, что метод Караваджо, он оказал существенное влияние на всю Европу. Другие мастера, такие как Рубенс, Веласкес, Рибера и так далее, они использовали его находки. И можно даже говорить о целом явлении, это явление Караваджизма, такая живописная манера, в основе которой лежит работа со светотенью. Объемы они выделяются светом, как бы вырастая из окружающей темноты. Перед вами несколько работ мастеров, которые раскрывают эту проблематику. Это Рибера и другие авторы испанской школы живописи. Также отметим, что тени, которые изображают мастера, они могут быть разные. Чуткие тени, которые художник изображает на земле, они усиливают ощущение яркого солнечного света, как на представленном изображении. Напротив, при смягчении тени возникает эффект рассеянного, утреннего или вечернего света. Вот перед вами работа Камиля Каро, мастера, которого мы уже упоминали на первом занятии. И здесь мы видим именно такой эффект. Отметим, что существенный вклад в проблематику светотеневой моделировки внесли художники-импрессионисты во второй половине 19-го столетия. Они показали то, что тени редко бывают просто серыми, но могут иметь разные оттенки в зависимости от цвета окружающих предметов. Мастера изучали нюансы освещения, меняющегося в зависимости от времени суток и погоды. И, конечно, мастер, который внес огромный вклад именно в развитие этой темы, мастер, который максимально известен широкому кругу публики своими сериями работ, это Клод Мане. Хотя, конечно, и другие импрессионисты также раскрывали именно представленные темы и сюжеты на основании разработок, которые мы с вами кратко охарактеризовали. В 1889 году Клод Мане начинает работу над циклом «Стага». Это первая большая серия картин, в которой художник пытается запечатлеть нюансы освещения, которые меняются в зависимости от времени суток и погоды. И суть этого метода, она была следующей. Художник начинал писать один вид одновременно на нескольких холстах и на каждом стремился передать состояние природы в определенный довольно краткий период времени. Он работал над одним полотном не более получаса. И вот таким образом создавались эти серии работ до тех пор, пока все холсты не были закончены. И для того, чтобы выполнить эту грандиозную работу, Мане он даже устроил так, чтобы стага сена, которые находились неподалеку от его дома, были оставлены, сохранены на зиму. И вот в последующие месяцы, как минимум 30 раз, мастер обращался к этому сюжету. Он писал их и осенью, и зимой, и весной. Конечно, он работал на пленэре, но каждое полотно, оно было закончено уже в мастерской для того, чтобы добиться необходимой гармонии цвета, которая придает картине законченность. Вот несколько произведений из этой серии. И нужно сказать, что сам Эдуард Мане, он достаточно эмоционально описывал процесс своей работы в одном из своих писем. Он пишет о том, что упорно работает над серией «Стагов сена» в различном освещении, но в это время года солнце так быстро заходит, что он за ним еле поспевает. Далее он жалуется, что он стал так медленно работать, что просто приходит в отчаяние. И чем дальше, чем яснее видит, как много нужно работать, чтобы передать то, что он хочет уловить. То есть мгновенность и самое главное – это атмосфера и свет, который разлит в ней. И таким образом мы рассмотрели с вами значение света и тени для художественной выразительности картины, привели основные этапы формирования отношения к этому средству выразительности, начиная с эпохи Возрождения. И в следующий раз речь пойдет о следующих категориях – это понятия ритма и динамики. Я благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова